1 февраля в школах начнут принимать документы на поступление в первый класс. В этом году впервые за парты сядут более 24 тысяч юных новосибирцев. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В 2019 в городе открыли три новые школы, но в растущих микрорайонах спрос больше предложения. В этом году есть и новшества. Приоритетные зачисления получили братья и сестры, если старший ребенок уже учится в этой школе. О некоторых нюансах в репортаже Елены Богатыревой. В семье Басовых двое детей. Старший и школьник. А младший только пойдет в первый класс в следующем году. Родители хотят, чтобы дети ходили в одну школу. Они могут друг другу что-то помочь, спросить. Один принесет другому что-нибудь. Плюс связь у старшего, телефон. Если что-то младше, старший может позвонить. То есть много плюсов, когда они вместе. И мы спокойны, что они в одном месте. Если что, старший присмотрит за младшим. Теперь по закону младших братьев и сестер зачисляют в первую очередь, если в школе учатся старшие. Но воспользоваться этим правом могут семьи, проживающие на микроучастке школы. Если же по каким-то причинам один ребенок проживает по одному адресу, закрепленному за образовательной организацией, а другой ребенок, например, проживает по другому адресу, прописан по другому адресу, не закрепленному за территорией, то он пользуется преимущественным правом зачисления, но с первого июля при наличии свободных мест в образовательной организации. То, что ребенок ходит в школу на подготовительные занятия, не гарантирует, что его примут именно в это учебное заведение. Если остаются свободные места, а таких бывает очень мало, одно или два, то с первого июля могут записаться те дети, которые ходили к нам на курсы. В этом году 1 февраля приходится на субботу, но школы будут работать и принимать заявления. Мы сегодня работаем в стандартном режиме. Все образовательные организации города Новосибирска начнут прием ребятишек в первый класс с 1 февраля. Суббота – это рабочий день для школы. Большинство школ начнут принимать документы с 8 утра. На портале госуслуги подать заявление можно с полуночи. Несмотря на такое преимущество, пока не более 3% новосибирцев прибегают к помощи сайта. Мы набираем порядка 30-32 детей в каждый класс. 144 ребенка в 2019 году пришло в школу, 4 ребенка было подано через портал государственных услуг. Первоклассников в Новосибирске становится больше, чтобы вместить всех в школах оборудуют новые кабинеты. В прошлом году было создано более 3000 новых учебных мест. Как уверяют в департаменте образования мэрии Новосибирска, в школу попадут все первоклассники. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...